Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к девятой главе книги пророка Исаии. В этой девятой главе располагается, по-видимому, другое, отличающееся от предыдущих глав, пророчество о будущем царе. Как принято это интерпретировать практически у всех. В сущности, речь идет о некоем человеке, которого Бог восставит, чтобы он был владыкой и в Израиле. На самом деле в Иерусалиме. Чтобы он был владыкой в первую очередь все-таки в Израиле, в Северном царстве. И здесь, собственно, лишь по факту. Потому что об этом говорится, мы можем понять, что речь идет о том, кто станет помазанником от Господа. Не просто человеком, не просто одним из череды властителей, но тем, кто придет от Бога царствовать и править в Израиле. Это очень важно, потому что в предыдущих главах мы видим, что там царствуют персонажи, мягко говоря, не заслуживающие никакого уважения. Вот здесь Исаия говорит о том, что будет по-другому. Прежнее время, говорит, он умолил землю Завулонову и землю Нефалимову, а последующее время возвеличит Галилею. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий». И тоже, конечно же, это слова, которые мы постоянно вспоминаем, когда празднуем Рождество и думаем о Рождестве. Если же попытаться увидеть в более широком контексте, то мы видим с вами, что речь идет о некотором действии Бога, которое прольет свет на людей, лишенных этого света, людей, оказавшихся под властью довольно гнусного этого самого царя, которого Исаия даже по имени называть не хочет, Факей, сын Рималиин. Как правило, его просто называют сыном Рималии. Вот, вместо этого, говорит Исаия, этот народ, ходящий во тьме, увидит свет великий того, кого приведет Бог. И это потрясающе на самом деле важные вещи. И поэтому это так напрямую связано с Рождеством, что вот этот свет Бога дается нам исключительно в Господе Иисусе Христе. И вот тогда, говорит пророк, народ будет веселиться пред тобою, потому что ты сокрушишь ермо, тяготившее его. Пророк видит власть этих всех царей, в том числе Факея, сына Рималиина, как ермо, тяготящее людей, жезл поражающий, как трость притеснителя. И вот это может быть шокирующее отличие царства Иисуса Христа от всех остальных царств мира, что Христос сокрушает жезл притеснителя. Его царство не основано на насилии, на притеснении, на угнетении. И это в первую очередь может быть важно для современного читателя этого пророчества. И пророк говорит о том, что всякая обогренная кровью, одежда и обувь, все, что связано с кровопролитием и враждой, все это будет сожжено, всего этого уже не будет. «Потому что нам родился младенец». И вот дальше он говорит о младенце, родившемся, как о том, в ком действительно власти, силы и присутствие Бога открываются людям. В гораздо большей степени, чем в знаменитом пророчестве 7 главы про то, что младенец родился нам, сын и дал нам. Вот здесь, смотрите, здесь младенец родился нам, владычество на плечах его, на этом человеке, на этом родившемся младенце, на плечах его власть над всем миром. И он чудный советник, крепость Бога, отец вечности, князь мира. Вот все эти удивительные титулы, владычество его, нет предела на престоле Давида. Так сделает Господь Саваоф. Вот это действительно обетование о мессии, потомке Давида, в котором будет реализована воля Бога, чтобы утвердить и укрепить его царство судом и правдой. Судом и правдой отныне и до века. По-видимому, здесь в 9 главе Исаия дополняет предыдущее, находившееся в 7 главе пророчество о сиюминутных конкретных событиях таким взглядом в отдаленное будущее. Он говорит, что вот это вот рождение младенца и время, которое пройдет с его рождения, там, несколько лет до тех пор, пока рассеются эти враждебные цари, вот это только образ, подобие бледное того, что Бог уготовил в будущем. А в будущем, младенец родился нам, чудный советник, князь, владыка примирения, князь мира, к сожалению, в русском языке выражение, которое заставляет нас несколько путаться, здесь вовсе не имеется в виду князь мира сего, а князь мира у Исаия здесь следовало бы переводить как владыка примирения. И вот он будет властвовать на престоле Давида. Дальше располагается следующее пророчество, где говорится о том, что Самария, та Самария, которая так горделиво под водительством сына Рималина, горделиво нападает на Иудею и другие окрестные державы, все это будет разрушено, будет разрушено. И Господь пошлет врагов, сириан с востока, филистимлен с запада, и они будут пожирать Израиля полным ртом. В общем, на самом деле, понимаете, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с надменным сердцем говорят, что у нас еще там есть какие-то дополнительные ресурсы и резервы, вот Господь говорит, что это все равно погибнет и разрушится. На какие бы такие резервы вы не рассчитывали? Почему? Да потому что народ не обращается к Господу, не обращается к бьющему его, и от Господа Саваофа не прибегает. Вот снова мы видим, как Бог здесь предстает перед нами, как единственный свободный, самостоятельный деятель в истории. Не так, может быть, в данном случае важно, насколько в самом деле Бог единственный актор человеческой истории. Может быть, это и не до конца так, какая-то степень свободы и есть у людей, но Исаия видит это именно вот так. Он говорит о том, что люди не обращаются к Богу, а все остальное ерунда, все остальное не работает. И вожди этого народа, говорит он на этот раз уже не об Иудее, о Северном Царстве, ведут его в заблуждение, и поэтому о юношах его не порадуется Господь, все они лицемеры и злодеи. И вот дальше в нескольких стихах, в стихотворной форме, повторяются обличения от Господа, которые заканчиваются словами и при всем этом еще не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Господь говорит через пророка, по-видимому, вот в такой повторяющейся форме, о том, что исправление, или, если хотите, выжигание греха, выжигание неправды. Оно является вещью очень многогранной и разносторонной, и поэтому вот много что сюда входит. Вот вожди народа сего ведут его в заблуждение, вводимые ими погибнут, и при этом еще не отвратится гнев его. Дальше. Беззаконие, как огонь, разгорелось, и обычное для пророка свидетельство о том, как беззаконие пожирает жизнь, ярость Господа Саваофа опалит землю. И люди передерутся все, будут резать, по правую сторону останутся голодными, будут есть полевые, не будут сыты. В общем, все труды пойдут напрасно, и Моносия будет есть Ефрем, и Ефрем Моносиева вместе и Иуду. И при всем том не отвратится гнев его. Это еще не все. И дальше в следующей, десятой главе тоже мы увидим этот рефрен. При всем том не отвратится гнев его, потому что как жизнь видится прогнившей до конца, проржавевшей, коррумпированной, если говорить по-латыни, так и исцеление должно тоже выжить эту ржавчину до конца.